здравствуй дорогой друг с тобой снова шведомет и сегодня я хочу показать вам игрушечку которая называется марс и это игра в жанре экшен разрабатываемой инк пей games для платформ pc стилистикой к игре к сожалению не определена выделить особенно можно следующее это экшен бесплатная игра и моносилия кастомизация персонажа конечно же казуальная игра от третьего лица быстрая игрок против игрока для нескольких игроков знаешь вот это основные моменты которые ты встретишь в данной игре вам будут доступны такие игровые режимы как массовая многопользовательская и для нескольких игроков и знать во всем игре во всем игре во всем мире и значит игра марс будет распространяться по модели бесплатная издателям suba games на данный момент игра находится в стадии разработки узнать о возможности скачать марс можно будет на официальном сайте игры поэтому в общем давайте пойдемте посмотрим что это за игра марс переводится там что-то mercenary assault что-то там бла-бла-бла-бас квад погнали старт гейм сразу хочу сказать игрушка сделана на движке unreal engine но по графике вы сейчас поймете что это тот самый unreal engine который который был актуален наверное еще лет наверное очень много назад наверно в году в 2008 где-то точно вот что то из этой серии да вот поэтому давайте посмотрим я тут походил значит потренировался значит покажу вам что это такое мое мнение что это коридорный шутер да то есть тут ничего такого сверхъестественного нету вот второй уровень мы начали лупи долли так значит нам нужно куда-то присоединиться давай вот куда-нибудь сюда присоедимся к я хрен знает давай куда-нибудь просто присоединимся вот значит тут графонит реально это да 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 это анриэл это анриэл но как движок анриэл в таком виде мог дойти до 2000 сука 20 года да хорошо сисюлечки тут хорошие такие душевные такие малышки сидят я значит накачанный дядька такой обалденный персонаж но сейчас посмотрим сейчас посмотрим значит кстати да пока что пока что нас очень долго ищет очень долго подгружает хочу тебе еще сказать что игрушка находится в закрытом бета-тесте ключик подогнали разработчики и могу кстати могу предположить могу предположить что возможно к выходу и к реализации игры может быть графоне будет чуть-чуть завезена то есть не 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 графика уровня 2010 года да там 2008 а именно графоне может быть подвезут чуть-чуть другую опять же это предложение а мы продолжаем ждать 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 следующую каточкой как ты кстати там у тебя дела нормально все пиши пиши комментарии не забывай про лайки обязательно пиши как как у тебя делишки в общем друзья туда нас так и не пустила на кооперативное прохождение игры но давайте посмотрим сейчас попробуем пиви пиздной pvp старая добрая досмотри здесь в этой игре даже есть battle pass лишь боевой сезон боевой пропуск все как положено все здесь на уровне современном на современном уровне да то есть здесь battle pass я не знаю это у меня горит это мне мне автоматом его дали или хрен его знает я я короче не понимаю я не понимаю что это значит тут смотри можно выбрать кооперативный режим прохождения pvp и какой-то quantum quantum я хрен значит такое pvp это довольно таки ясенько понятненько поэтому пойдем присоединимся и значит ух и постараемся что-то кого-то наказать да смотри смотри графика вот ну в принципе старенькая но более-менее такая ну знаешь особо глаза не реже смотри тут кастомные персонажи видишь они по-разному здесь приодеты различные скинчики на оружки то есть игра не просто какой-то очередной вброс сразу видно разработчики что-то как минимум пытаются сделать да поэтому давай посмотрим посмотрим и адекватно оценим что это за игра но и здесь на пока что мы ждем смотри не нотки сексизма у меня конечно нет ну смотри тут персонажи оказывается это их еще можно поворачивать давно мужик нам не интересен ты вообще отвернись в другую сторону ты знаешь повернись смотри такие сидят в трусишках в стрингулях пришли воевать лянь какие малышки молодцы какие хорошенькие слушай играть график и конечно это мне кажется к ней можно будет привыкнуть все-таки дай анриал инжина анриаловские движки они всегда были нормальные даже в те старые добрые времена графонин еще довезут мне кажется но папкой уже ничего такие хорошие и хорошо так я начинаю уже папой по это как его побаиваться эту игру смотрите я уже остался один среди четверых малышек насчет это это периодически кидает выкидывает народ периодически заходит выходит переходит я не знаю но это же просто ух как я люблю закрытые бета-тесты ух ё-моё сейчас пока соберем пройдет наверно полдня пока я запишу для вас видосик но ничего мы ждем ой люська ухты ё-моё нас по моим запустила нас запут нас запустила ой сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим я я готов я готов пустите меня пустите в бой превью next view камера рота-то понимаю все понимаю spacebar f1 все убирайте убирайте подсказку я готова давай 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 грудь грузить грузить скорее же ну и что нас загрузит о смотри значит как это выглядит так мышка чё у нас мышка лобочки все хорошо ну вроде хорошо перепрыгивать мы не можем нет можем можем графоне сам видишь тихо 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 это кто там такой дерзкий иди сюда ухты японский рога блин начинается у меня все шутеры начинаются с одной и той же тема его графоне графонечка кстати вот если ты любишь такие вот коридорные шутаны такие до третьего лица здесь кстати по идее как-то можно вид еще тоже менять и играть от первого лица но пока что он весь от третьего лица а как пустите меня в бой а и пока короче они наши или не победят или не прокакают мы ухты смотри она его пистолетом добила короче короче мне кажется к этой игре привыкнуть можно и когда играешь персонажи вроде прорисованы достаточно детализировано до местность короче вся окружающая вот эта шляпа она прорисована не особо интересно но персонажики в целом довольно таки читабельно до нарисована конечно не в нем не супер по современному но в принципе в этом что то есть такие бегают малыши такие прыгают с автоматами с пулеметиками блин что-то в этом есть мне кажется мне кажется когда игрушка выйдет она в любом случае найдет свою какую-то нишу до в игровой индустрии по-любому кто-то в нее будет играть потому что здесь есть все как мы людям любим здесь есть скины и на патрончики здесь есть интересные человечки красивые красивые попы вот это вот все понимаешь поэтому обязательно что-то здесь найдется вон я с пулеметом у меня еще дополнительное оружие у меня есть пулемет уху хорошо душевно пойдем пойдем по моим пулеметчиками у меня кстати есть еще mp5 кстати здесь когда на шифте перебегаешь ты не можешь камерой нормально водить да то есть то есть то есть что а почему меня ух ты смотри у меня как пулемет пуль пи 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 пу бляха переливается короче на шифте он бежит исключительно прямо то есть он не может быстро влево вправо перебегать только только когда ты бежишь без шифта. Вот это, конечно, я бы сказал, для меня минус, потому что я не привык играть в такой стилистике. Да я вообще не привык особо играть в шутаны. Так, ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Перебегаем, перебегаем, перебегаем. Здесь где-то чилики должны быть. Аккуратно. Так, тут надо слушать. Как присесть? Как присесть в этой игре? Сука! Со спины. Ля какой. Со спины напал. Смотри, ковбойка с попочкой в ковбойской шляпе. Расчехлила меня просто. Понимаю. Ждем дальше. Ладно. Попытка номер 100 500. Ну, ты понимаешь, да, ты же знаешь, как я профессионально играю вот в такие шутаны, тем более, когда здесь шифтом вообще непонятно управление. Да перелезай быстрее. Давай-давай-давай. Работаем, работаем, работаем. Где? Где? Да пошел ты нахер! Да как так-то вообще, блин? В смысле, блядь? Я не успел даже вылезти, эта шляпа меня вальнула, блин. Понимаю. Ладно, ждем дальше. Бляхмуга. Ой, дичь, какая происходит вообще. Я в шоке, я в шоке. Ой, ну, ладно. Потихонечку у нас персонаж, в общем, прокачивается, да, это в любом случае, да, обязательно мы, значит, посмотрим сейчас, что будет дальше происходить. Естественно, конечно, я хоть одного челика должен влупить, потому что в тренировке, когда я бегал, у меня там вообще все хорошо получалось, да? На данный момент у меня как-то не совсем что-то получается, и здесь вообще как-то непонятно. Давай, может, надо... А-а-а, я знаю, я знаю, в чем фишка. Надо просто... Надо просто сенсивити поменьше сделать. Сенсивити надо сделать поменьше. Все, теперь я буду тащить, как просто профессиональный шутерман. Швидерман, профессиональный шутерман. Во, отлично, сенса просто ухоонь. Ну что, парни, пойдем. А почему я пулеметчик, кстати? А как тут увидеть вообще враг-то или не враг? Так, челик, 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 челик. Челик! А тут гранаты есть? Есть гранаты или что? Так, челик, аккуратно. Аккуратно, давай-давай-давай-давай. Сейчас мы его выцеливаем. А я так и не понял, как присесть. Присесть, мне нужно как-то присесть. Ну, есть! Ха-ха-ха! Хедшот санина! Ой, блин! Кстати, кстати, опять же, да, кстати, опять же, говоря, да японские рога! Ой, как он рачком выгнулся. Опять же, говоря про то, что это движок Unreal Engine, графика именно стрельбы сделана прикольно. Все-таки ощущение все равно, что это в какой-то степени играбельная игрушка, оно есть. Да, 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 да. Это факт, реально. Закрытый бета-тест это не говорит о том, что игра будет совсем, да, вот такая вот. Ну, скорее всего, здесь что-то довезется. Графика персонажей прикольная. Графоне, допустим, стены, прочего-прочего. Это допилится, это дорисуется, это в любом случае полигончики какие-то обязательно, я думаю, прорисованы будут еще. Да, есть боевой пропуск, есть скины, есть нормальные девочки, телочки, вот эти персонажи, патрончики, пульки. Все это выглядит... Да, да, короче, нормально. Нормально выглядит, играть можно. Вот, вот. Могу вкратце вот так вам сказать, друзья. Ой, ладно, ждем возрождения. Нас в очередной раз зачехлили, понимаешь, вот прям полноценно, так душевно, прям глубоко засандалили нам. Прям ствол бежит, бежит! Давайте валите, валите, валите. Ждем дальше. Так, ну погнали дальше. Кстати, что хочу еще сказать. Прикольно, здесь тоже есть добивания различные, да, это в какой-то степени тоже прикольная штуковинка. Можно подобивать. Тут эпично, кстати, добиваются они. И... Как его, как его? Сейчас скажу, сейчас скажу. Ё-моё, тут гранаты! Да ну нахер! Подожди, это... Это в смысле? Это как сейчас было вообще? Это... Это что сейчас было? В общем, здесь есть прикольные добивания, тоже как и всех современных шутанах, да, типа Warzone, там. Ну, конечно, с Warzone не сравнишь. Естественно, это чуть другая игра все-таки. Есть добивания, это прикольно. Но динамики, конечно, не хватает, потому что когда... Опять же, я повторюсь, да, когда бежишь на шифте, он тупо бежит прямо и особо влево-вправо. Каких-то движений ты делать не можешь. При перестреливании ты тоже ходишь только влево-вправо присесть. Я так и не разобрался, как можно присесть. И присесть, к сожалению, получается, видимо, нельзя. Да, можно перепрыгивать, перекатываться. Это максимальное, так скажем, движение, которое ты можешь себе позволить в этой игрушке. И, то есть, ощущаешь себя слегка неполноценным игровым персонажем, потому что, ну, просто кувырки. Почему нельзя присесть? Почему? Вот иногда приседаний не хватает, и они, видишь, когда перестреливаются, получается, такие, ну, парочка таких кончилок друг на друга вышли и такие, знаешь, присели такие, уклоняются, что-то там жалом водят, и получается якобы какой-то экшончик. Ну, на самом... Ух ты ж, а попа нормально. Попа даже блестит, кстати. Вон, видишь, видишь, снизу. Вот, если тебе нравятся блестящие попки, обязательно напиши комментарий, я прямо почитаю, и мы с тобой сравним, чья попа здесь была лучше. Да? Так, ладно, давай пока не суваться вперед. Будем, значит, полноценным игровым персонажем. Будем пулеметить. Будем пулеметить, и главное, чтобы враги не зашли откуда-то сверху, снизу, сзади, сбоку. Вон он! Челик, челик. А метки нельзя здесь ставить, как в колдя? Так, челик, челик. Блядь, да как так-то нахрен? Да в смысле? Че за шляпа, блядь? Как это вообще вышло, блядь? Почему я шмаляюсь с него? Я не попадаю, а меня просто ваншот ванкил. А, это со спины влупили или что? Я пока что вот реально, я не привык к этой игре, я не понимаю, что происходит и что за говно творится. Ох, японские рога, очередная вылазка. Пойдем, пойдем, перекатываемся. Значит, прыгаем как сайгаки. Максимально прыгаем как сайгаки. Как бросать гранату? Ух ты, ёп ты! Ой, извини, брат! Извини! Да, на буковку Г бросать гранаты. Блядь, это я своего влупил, что ли, или что? Через стену мы можем? Да, сука, до какого хрена, блядь? Ну, почему так, блядь? Почему? Я вообще, я, 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 я не понимаю механики этой игры. Это просто дичь какая-то. Вот такие дела. Бабка в ночь родила. Ладно, пойдем. И, не пойму я пока. Я пока не понимаю, ребят. Я не понимаю, почему, блядь, почему я попадаю, точнее, я не попадаю, а по мне попадает. А я не попадаю, когда по мне попадает. Вон она! Санина! А, нравится? Ха-ха-ха-ха! Второй кильчик за сегодня. Ух ты ж, ёптую налево! Нравится? Санина! Патроны! Патроны! Сука! Дабл килл! Вы, вы слышали вот это волшебная, вот эта фраза? Дабл килл! Это что значит? Это что значит правильно? Шведометыч тоже иногда может. Понимаешь, видишь, нам, нам фортанул. Как я зашел сбоку, тактическое преимущество было на моей стороне. Я, значит, как самый прошаренный. Я, я сейчас охотился, как этот, как рысь, понимаешь, как Росомаха влетел вот в всю эту толпу и раз, вот, почти всех раскидал. Вот только этот челик с щитом, он на самом деле поднасрал мне, да, вот? Но, к сожалению, что-то пошло не да. Блин, а наша команда, походу, просрала, да? Подожди, у меня же было дабл килл, почему у меня только два... А, 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 а... А, три. Три из девяти. Три, три. Три выживания, девять этих. Смерти. Понимаю. Ладно, ничего страшного. Работаем, работаем. Ебенем гранату. Гранату. Убегай, убегай, убегай. Граната, отлично. Челик. Челик, челик. Челик, челик. Так, аккуратно шкиримся. Тихо, кто-то сверху, сверху. Сверху, сверху, сверху. Блядь, блядь, блеха, муха, да что за говно? Кстати, насколько ты уже понял, да, эта игра является, ну, очередным пвпшным, да, вот так скажем, в основном пвпшной игрушечкой, пвпшным шутером. Вот, и здесь можно использовать так же, как тактические какие-то преимущества, так и просто скорость реакции, да, и умение ворваться в толпу и расчехлить противника, понимаешь, да? Кооперативный режим здесь проходишь какие-то, как я понимаю, линейные, да, именно квесты, линейные коридорчики, коридорные линейчики, линейные подвальчики, и все вот это вот ты делаешь вместе с персонажами, и скорее всего здесь делится тоже на различные вариации персонажей, то бишь пулеметчик, знаешь, вот это вот, снайпер, различная другая какая-то поддержка, кто там? Там был кто-то или кто-то? А как менять? Нельзя менять вид от экрана? Нельзя менять вид, вид от лица нельзя менять, ладно. Давай пока аккуратненько, давай почекаем. Вон он, вон он, вон он, вон он, кто? Кто? Вон он, вон он, санина. Есть, есть. Ха-ха-ха, и хорошо. Сука, долго перезаряжается, долго. Тихо, тихо. Fire in the home, блядь. Вот так вот. Ой, сзади зашел. Смотри, как раком стал. Ой, осуждаю. А как он, как он успел обойти нас? Кстати, кооперативный режим у меня так и не получилось выбрать, потому что очень долго ищет, очень мало народу, видимо, играет, потому что закрытый бета-тест. То есть еще пока что даже неизвестно, когда игра выйдет вообще, вообще куда-нибудь она выйдет, да? Но пока что, пока что вот все выглядит на данном этапе. Сейчас я еще раз для этого видоса вам попробую, ребят, включить кооперативный режим, попытаться попроходить игру в коопе. Но вообще-вообще-вообще не факт, что это получится выбрать. Я говорю, персонажи ищутся очень долго. Ой, дорогие друзья. Ну, опять же, в очередной раз тысяч, миллиардов, пятьсот, сто пятьсот. Скажу вам, да, что, что-что-что, правильно, что я так и не смог, короче, присоединиться к кооперативному режиму, потому что игра в ЗБТшке находится, да? Это проблематично, в общем, было сейчас собрать народ. Но, но-но-но-но, ну реально, на самом деле я сидел около... А, сейчас скажу. Ну, короче, около часу двадцати я ждал, чтобы собралась кооперативная пати, чтобы проходить игру именно в прохождении, да? Именно в коопчике, чтобы можно было что-то сделать. Но, к сожалению, собраться я так и не смог. И решил, что, блин, хрен с ним, думаю, запишу видос тогда... Ну, в таком виде, в каком он получается, в таком, значит, мы и будем продолжать, значит, его записывать. Да, к сожалению, к сожалению, так скажем, просто игру с прохождением я видел только в момент, когда проходил обучение, и примерно представляю, что и как выглядит из себя игра в режиме просто прохождения. Блин, я же запутался, пока это говорил. Поэтому просто побегаем по пвпшимся. Сразу хочу сказать, игра, кстати, знаете, напоминает, что? Родж Компани или... То есть толпа на толпу, бегают, значит, по комнатушкам. Реально, да вылезет я. Вот. Напоминает Родж Компани, какой-нибудь калибр, что-нибудь такое, именно вот когда идет пвп-режим. То есть, ну, такая вот история. Не знаю, может быть, в этом что-то есть? Есть! Отлично, минус. Перезаряжаемся. Игра, честно, ребятки, достаточно играбельная, хотя она может со стороны казаться калечной графикой, но я говорю, опять же, я думаю, что, скорее всего, вот текстурки, все вот это вот допилится, потому что игра, игра еще в ЗБТ-шке. Поэтому все это доделается, допилится. Персонажи, в принципе, уже выглядят довольно-таки играбельными, да? Остальное, все это дело техники, и, в принципе, в принципе, можно, значит, в эту игру играть, и вообще, в принципе, не особо обламывает она, да? Даже, даже, даже такая графония, блядь! Санина! Санина! Так, подождите, что-то у нас не то. Сеттинги. Давай, значит, оперейшн. Оперейшн, я сказал. Оперейшн, я не понимаю, что вот это значит, все вот эти цифры, но... Давай вот так, 2, 2 и 1, 2 и 4. Так, 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 хорошо. Так, 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 ну, вроде нормально. Пойдем. Блин, на шифте, конечно, вот управление с бегом они сделали вот калечной, честно. Очень неудобно управлять персонажем в плане бега. Ты когда бежишь, ты поворачиваешь мышку, думаешь, побежишь туда на шифте, а Херас 2, он, значит, бежит очень линейно, и нихера не происходит, поэтому надо быть максимально осторожным. Максимально осторожным надо быть, аккуратненько, аккуратненько. Блин, пулемет вообще прикольная хрень. Пулемет реально очень крутая штука, но нихрена не попадает он, нихрена вообще не попадает, ни кривое, кривое говно просто, понимаешь? Я не понимаю, тут даже никак мы не можем подавлять противника, потому что пулемет это настолько кривое говнище. И, понятное дело, во всех играх, да, ну и, в принципе, логично сделано, что пулемет должен подавлять, короче, силу, вражескую силу противника, да? Но, но, но... Ух ты! А-а-а! Подожди! Ай, санина, меня добили. Вот, но пулеметом, который сделан в игре, им нельзя подавлять огонь противника, потому что он кривой, плотность огня ужаснейшая, вообще, разброс пуль катастрофически огромный, и на средней-дальней дистанции, ну, ни в коем случае попасть из этого пулемета, который есть на данный момент в игре, просто-напросто нельзя. Это плохо, это печально. Ну, а, соответственно, с его скорострельностью и плотностью, опять же, на, на самом ближнем, ближних дистанциях нет смысла стрелять, потому что для этого есть старые добрые пистолеты-пулеметы, либо штурмовые винтовки, которые тоже у нас реализованы в игре. И пока мне абсолютно непонятен смысл пулемета, да, вообще. Как-то так. Есть снайперские пушки, это все понятно, это все логично, но пулемет, это жесть, это же, это же, просто большая, огромная же. Так, а я не пойму, кстати, пока вот мне непонятно, где команда А, где команда Б. Команда А это, походу, верхняя, команда Б это, походу, нижняя, то, что, которая как раз просирает, да, то бишь мы, да? А мы такие, малыши, просиральческие. Иди сюда, говно. Давай, 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 вылезай, вылезай, я тебя жду, Санина. Высовывай жала. Сука! В смысле, блин? Понимаете, да? Понимаю. То есть, не понимаю. Так, ладно, собрались, собрались, потому что мы пока жестко, адски жестко просираем, потому что там сидит снайпер, походу, да? Давай, высовывай свое жало, высовывай жало. Да пошел ты нахер со своим жалом, понимаешь? Граната! Сука! Граната! Сзади! Пошел нахер! Пошел нахер! Так, перезаряжаемся аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вражина где-то здесь. Вражина, блин, как же неудобно на шифте тут бегать, это просто дичь, парни и девчата. Так, отлично, надо добивать, надо добивать, надо добивать! Пошел нахер! А, понимаю, то есть это не так делается, да? Добить, как добить? А, это свой! Это свой! Я чуть своего не въебенил, понимаете? Осуждаю, так, перезаряжаемся. Ой-ой-ой, вражина, 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 вражина! Где он? Сука! Понимаю, вообще, это жесточайшая игра, жесточайшее неудобное управление, ребят, я надеюсь, его, конечно, допилят, потому что на данном этапе управлять персонажами так, как это сейчас реализовано, это, честно, неудобно, это некомфортно, это просто адовый, адовый калич какой-то получается. В принципе, я говорю, игра играбельна, но с управлением им нужно еще допилить, потому что, ну, это просто, ну, жопа какая-то, жопа жопная, понимаете? Просто адовая жопная жопа. Так, что у нас? Тихо, кто здесь? Fire in the home, говорит! На шифте ужасно неудобно бегать. Ну, я знаю, я знаю, вы сейчас скажете, что шведы, ты просто доколупываешься. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-давай, давай, давай, где твоя жила? Высунь свой еблет. Не хочешь? А я тогда перезаряжусь, ладно. Так, вот такой вот у нас бородатый дядька, вот такой вот хороший, такой маленький, такой вкусный персонажик. Давай, Санина, высовывай свой, свой нос. Где ты? Я первым не полезу, я уже устал, я устал, устал погибать в этой игре. Давай, братья! Сука. Блядь, да что это, что ты делаешь? Сядь, сядь. Сядь и перезарядись. Спокойно перезарядись, никого не трогай. Так, ждем, ждем. Высовывай, высовывай, высовывай. Санина. Ладно, хорошо. Ожидаем, ожидаем чуда, перезаряжаемся. На всякий случай, перезарядка здесь лишней не бывает. Потихонечку мы учимся, мы качаемся, мы играем, мы наслаждаемся вот этой вот непонятной историей. Где он? Есть у меня ощущение, что сейчас обойдут? Нет, стреляют с той стороны. Но я пока буду сидеть, я буду побгерить. Я буду побгерить. Мне уже надоело, что здесь какая-то хрень происходит. Нас расчехляют просто по жести, понимаешь? Возможно, все потому что... Все потому что, что у них прокачаны персонажи, у них какие-то топовые оружки, может, куплены, я не знаю. А почему он прыгнул? Я же не прыгал. Вон он! Да как, ну, это жесть. Да ну нахер, нас добили. Ну какого хрена? Жопа. Кстати, хочу тебе еще что сказать. Тут, в общем, достаточно большое количество карт, которые все, к сожалению, сразу посмотреть невозможно. Да, потому что, опять же, количество народу маленькое, да, сам-то по этим картам побегать, посмотреть не можешь. Да, видишь, смотри, персонажи. Вот девчонки сидят в различных прикидах, значит. Это все кастомизация персонажей, это все скинчики вот на оружии приблизить, к сожалению, не могу. Вот смотри, какая девчуля сидит, значит, в берсах, такая вся в камуфляже, такая малышка со стейраугом, да. В общем, прикольная, прикольная история, конечно. Графоне чуть-чуть допилить, и все будет вообще довольно-таки нормально. Ну, и, естественно, конечно, игровой момент. Ищет на данный момент очень-очень плохо, очень хреново, поэтому... Поэтому я сижу каждый раз, когда жду каточки, я думаю, нахрен я вообще взялся за съемку этого видоса. Ну, надеюсь, вам понравится это видео. Может быть, кто-то из вас, кто посмотрит видосик, будете даже ждать эту игру, когда она выйдет. Вот, поэтому все в наших руках, так скажем. Точнее, все в руках разрабов, а мы чисто будем ждать, смотреть эту игрушку. Ну, причесон у меня прикольный, конечно, моднявый, такой стильный, бодрый, молодежный. Только почему он так отсвечивает? А, это просто персонажа подсвечивает. Ладно, ждем дальше. Ой, в общем, ладно, друзья. Что хочу сказать? Давайте подытожим. Графика в этой игре на данный момент пока что выглядит более-менее такое, ну, знаете, да, читабельное. Да, это графика 2008-10-го годов, где-то так, плюс-минус. С управлением здесь не особо понятно. В целом, игра более-менее играбельна, да, то есть побегать, пострелять командой там со взводом можно будет, да, когда она выйдет уже в открытый доступ. Но, к сожалению, дальше, короче, не вижу смысла особо снимать видосик, да, потому что жду по очень большому количеству времени. К сожалению, ну, мне просто уже, на самом деле, даже неохота сидеть и ожидать, потому что закрытый бета-тест, ну, это просто же попа, попа, да. Я больше не могу, у меня подгорает. В общем, в принципе, в целом, игра, я думаю, тебе понятна и как по графике, так и по игровой стилистике. Поэтому обязательно не забывай написать комментарий под этим видео, прожать лайкосик, подписаться на канал. С тобой был Шведомет, до скорых встреч, приходи еще, пока. Субтитры сделал DimaTorzok